Омск Спортсмены из Башкортостана, Бурятии, Екатеринбурга, Новосибирска со всего Зауралия приехали к нам. Турнир – один из самых престижных в стране. Состязания регулярные, проходят в восьмой раз. Тэквондо МФТ – это, прежде всего, оздоровительная система, которая воспитывает сильного, трудоспособного гражданина. Поэтому к нам люди это видят, это знают, приходят. Наше отличие в том, что мы не единоборство, мы многоборье. У нас есть отдельная поединка, отдельно формальное упражнение, отдельно силовое разбивание, прыжковая техника. И в совокупности мы воспитываем всесторонне гармонически развитую личность. В чемпионате принимают участие взрослые бойцы старше 18 лет. Юниоры 14 и 17 лет оспаривают медали первенства, а младшие тэквондисты борются за награды Кубка Сибири. Соревнования проходят одновременно на десяти площадках, где участники ведут борьбу за медали в четырех дисциплинах. Мне всегда нравится участвовать, потому что ты получаешь новый опыт на соревнованиях. И они на нас проходят два раза в год, в декабре и в марте. Но и также бывают еще выездные соревнования в другие города. Дома удобнее выступать, чем на выезде? Не, ну да, дома удобнее, потому что тут своя атмосфера, тут много друзей. Самые маленькие тэквондисты выступают в Туле, так называемом формальном комплексе. Также для юных спортсменов установили силомер, измеряющий силу удара рукой и ногой. Ребята старше десяти лет, уже заработавшие зеленый пояс, выходят на спарринги. Юниоры старше 14 лет, а также взрослые парни демонстрируют класс в спецтехнике, ударах ногами в прыжке в высоту. Весовых категорий на самом деле у нас очень много, потому что у нас занимаются дети. И мы стараемся делить детской категории как можно больше, чтобы дети больше занимали призовых мест, чтобы они уходили в соревнования довольные, все счастливые, все с медалями. Это массовые соревнования, это Кубок Сибири, это не отборочный никуда, это просто массовые, проверить каждой своей силой. А чемпионаты Берсибирского федерального округа, там, естественно, конкуренция, там уже, естественно, посложнее, там, естественно, категории никак не делится. Вообще категории получается у нас очень много, потому что у нас есть и туль, технические комплексы, и измерение силы удара, и спарринг, это в полном комплекте амуниции, легким контактом, возбежание травматизма. И спецтехника, это удары ногами в прыжке. То есть каждый человек может найти себя в тэквондо. 850 участников, и каждый мечтает выйти с ковра победителем. Но везет только тем, кто не жалел себя на тренировках. Спорт любит людей с характером. У омских тэквондистов такие и есть. На соревнованиях у наших парней конкурентов не было. В общекомандном зачете во всех возрастных категориях верх одержали наши земляки.